Тема сегодня важная, очень интересная, тем более, что я как доктор медицинских наук в своей кандидатской, докторской диссертации изучала стресс не понаслышке, знаю, что это такое, как стресс влияет на человеческий организм, как он разрушает многие органы и ткани, и мы понимаем с вами, что в принципе само понятие стресс, то есть давно уже изучается, уже скоро будет порядка 100 лет, как изучается стресс, начали изучать еще в прошлом 19 столетии, и первые ученые, которые в принципе вплотную занялись стрессом, это Камман из Селье. Селье дал практически всю свою жизнь изучению стресса, и именно он является основоположником многих факторов, которые сейчас до сих пор не потеряли свою актуальность, и практически каждый год по стрессу добавляется масса кандидатских и докторских диссертаций. В принципе, сам стресс это любой экстремальный фактор, любой. Наступили ли вам на ногу, кто-то вас там на работе задел, как говорится, высказал свое негативное ощущение, дома ли ругнулись со своими домашними, да, то есть любой фактор, но фактор большой интенсивности. Каждый для себя по-своему воспринимает. Одного обматерили, он повернулся, пошел ему по барабану, да, то есть он фактически никаких эмоциональных ощущений не проявляет, и у него это все пролетело мимо. А другому человеку, даже если кто-то грубо высказался в адрес, он может неделю думать об этом, да, и говорить, ну как же так, вот я что сделал этому человеку. То есть со стрессом мы с вами каждый день фактически сталкиваемся, даже не задумываясь об этом. То есть любой экстремальный фактор большой интенсивности, фактически это опасность для нашего организма, вследствие того, что этот фактор, который вызвал раздражение нервной системы, сокращает время, которое необходимо организму для включения компенсаторных механизмов. То есть почему я говорю, один прошел даже и не обратил внимания, но сказал, да сказал, но неприятно, но тут же через 5 минут забыл, а другой неделю будет думать. Видите, у одного сработал механизм антистрессорной защиты, а у другого он истощен многодневными стрессами, которые привели вот к такой эмоциональной реакции, да, на действия другого человека, например. Или те же физические нагрузки, или химические нагрузки, даже пищевые нагрузки могут вызвать. Отсюда по современным представлениям стресс изучают, вот я изучала химический стресс, да, то есть токсический стресс, когда люди травятся определенными токсическими веществами. В стрессовом состоянии какая-то бытовая ситуация привела к тому, что человек взялся за яд и выпил его, например, там, да, или вздернулся там на веревке. И ведь не просто так нормальный человек этого не делает, то есть он испытывает сильнейшие какие-то факторы внешнего воздействия на то, что организм истощаясь приводит вот к таким последствиям. И, естественно, с точки зрения уже ученых, если мы говорим о стрессе, то понятие стресс, как общее проявление всех неспецифических реакций на наш организм, заканчивается в виде адаптационного синдрома. То есть природа создала нас так, что мы должны адекватно реагировать на любые внешние или внутренние воздействия, то есть токсические, стрессорные, любые, эмоциональные, тем, что наш организм должен противостоять этим стрессорным воздействиям, включая так называемый адаптационный синдром. И большинство современных исследований именно под стресс-реакцией подразумевают те процессы, которые связаны с увеличением активности, аденогипофизом, секрецией специфического гормона, это аденокортико-тропный гормон, а также кортикостероиды коры надпочечников. Надпочечник включается в работу и выделяет такую группу гормонов, которые называются кортикостероидами. И, естественно, изучая все изменения, роль гормонов, их количественный состав, привело к тому, что выработали общую концепцию тот же Селье, который разделил стадии стресса. То есть тот же Селье говорил, причем экспериментально эти стрессы получал, и первая стадия стресса – это стадия тревоги. То есть когда у нас действительно тревожное такое состояние, там кто-то с нами поговорил, не так, как мы бы хотели, да, на кого-то мы прореагировали. Это 48 часов. Фактически стадия тревоги от начала воздействия. То есть еще практически двое суток, то есть вам что-то наговорили, поругались с начальством, да, или дома какая-то ругань. Вы 48 часов находитесь под гормональным изменением, которые будут стараться повредить ваши органы и системы. Это острый стресс по современному представлению. Эта стадия характеризуется тем, что идет уменьшение размеров тимуса, это кровотворный орган. Представляете, 48 часов от начала воздействия какого-то сильного стресса, который вы испытали, и за эти 48 часов у вас уменьшаются размеры тимуса. А это говорит о том, что клетки, которые должны работать в организме на уничтожение всего чужеродного, разрушенных клеток, они выходят в кровь, и обеднение происходит этого органа. Кроме этого, вы понимаете, что не только тимус, это и селезенка, кровотворный тоже орган, который, помните, мы как-то говорили на теме, я вам говорил, это орган кроверазрушения, это орган, опять же, периферический, где проходит дифференцировку. Наши лейкоциты с вами, превращаясь киллеры, хелперы, супрессоры и клетки иммунологической памяти, и здесь же заканчивают свое развитие наши тромбоциты, как клеточки, которые играют ключевую роль в тромбообразовании. То есть, идет изменение в селезенке, в лимфатических узлах, которые тоже относятся к органам иммунной системы, в печени, начинается разрушение жировой ткани, поэтому на стрессе многие худеют, чем длительнее стресс, тем быстрее идет разрушение жировой ткани, поскольку требуется много энергии для того, чтобы справиться с этим стрессом. Идет изменение сосудистого звена, то есть, вследствие этого появляется отечность, вследствие сосудистого изменения может выходить жидкость из плевральных, перитониальных пространств в окружающую среду, пропитывая этим и вызывая изменения среды, вплоть до образования асептических каких-то разрастаний соединительной ткани и образования тех же спаек и прочее все. Видите, как реагирует наш организм? Снижается мышечный тонус, а снижается потому, что гормоны разрушаются, и фактически идет усиленное потребление глюкозы, а без энергии мышцы не работают, поэтому мышечный тонус падает. Образование яс в пищеварительном тракте, уменьшение содержания липидов во всем организме, то есть, идет изменение состава плазмы крови, и, естественно, идет обеднение хромофинных веществ в надпочечниках, а это мозговое вещество, которое как раз и выбрасывает гормоны стресса. Одновременно с этим у человека, испытывающего такой острый стресс, наблюдается гиперемия кожи, то есть покраснение кожи, может возникнуть экзофтальм, изменения идут и в начальных отделах пищеварительной трубки, на стрессе могут, и слезотечение, поэтому многие на стрессе плачут, то есть усиливается действие на слезную железу. Идет гиперсоливация, вплоть до тошноты, и фактически рвоты, и при большой силе воздействия уже эта реакция тревоги, как ее называют начальная стадия стресса, может закончиться даже гибелью организма. Особенно если организм уже изменен, то есть есть заболевания органов, острый стресс, наорали на человека, у него остановка сердца, либо инфаркт, либо инсульт, и естественная инвалидизация или смерть. Вот что такое стресс для нашего организма. Оказалось бы, всего лишь на все наши эмоции и наше восприятие того, что нам говорят. Я еще раз говорю, стрессы различные бывают, да, или там перетрудился, то же самое может произойти. То есть первая стадия, двое суток, тоже может привести к гибели организма. Но, если организм достаточно защищен, в том числе и нашим активиданом, почему дальше поговорим, то наступает вторая стадия, она начинается спустя 48 часов после повреждающего действия. То есть через двое суток мы успокаиваться начинаем, у нас возвращается и увеличивается на почечнике, да, то есть идет восстановление клеточного состава, накопление гормонов, которые будут постепенно использоваться, восстановление липидных гранул, да, в этих клеточках, вокализация, то есть в окуле, которая дальше будет в кровь этот гормон, то есть восстанавливается работа клеточного состава, и клетки начинают накапливать этот гормон, который будет использоваться в экстренных, опять, ситуациях. То есть здесь опять же идет изменение в гипофизе, это центральный орган нашей нервной системы, но гипофиз это и центральный орган эндокринной системы. Помните, я все время вам говорю, нейроэндокринная регуляция. Поэтому мы и говорим, что здесь психотерапия через нашу нервную систему для противодействия стрессовой системы тоже имеет место быть. Но одними словами, порой человека не успокоишь, поэтому обращаются к докторам, поэтому идут в пограничное отделение, годами там лечатся, а толку никакого. Потому что лечат соматику, но не лечат состояние внутренней среды организма для того, чтобы привести в соответствие вот эту нейрогуморальную регуляцию, которой надо дать толчок энергетическим восстановлением потенциала нашего организма. И если во второй стадии повреждающее действие было не столь сильным, то фактически возрастает резистентность к этим стрессорным факторам, то есть мы перестаем на них обращать внимание, выкидываем их из головы. И постепенно наш организм восстанавливает свои функции, то есть возвращается к норме. Хотя если органы были повреждены, но они повреждены еще незначительно, и наш организм не реагирует уже развитием повреждения органов, которые могут вызвать заболевания. То есть психосоматика, она фактически не заканчивается повреждением соматических органов на той степени, которая может вызвать заболевание, возникшее на стрессе. Но если действие повреждающего фактора продолжается дольше, то после этой стадии наступает стадия истощения. То есть наш организм уже настолько подвержен стрессу, что он не реагирует ни на лечебные мероприятия, ни на действия словами у психотерапевта, он продолжает саморазрушаться. То есть уровень стрессорных гормонов всегда высокий, идет подавление антистрессорных гормонов, о которых чуть побольше поговорим, и клетки начинают разрушаться. Помните, я говорила, что в своей работе я отмечала, что просто даже тупо привязывание крыски на спинке для нее это не стандартное положение. То есть здесь фактически крыса находится в таком состоянии, что она двигаться не может, и она лежит на спине. Она же не ходит на спине фактически. У нее треть печени разрушается. Разрушается большое количество элементов легкого, то есть дисталектаз легкого. Разрушается селезенка, разрушается сердце. Многие внутренние органы подвержены разрушению. Почему это происходит? Да потому что во время стресса у нас возникает не специфическая реакция на разнообразные факторы. И здесь задействована напрямую наша центральная нервная система. Начинают вырабатываться гормоны стресса корой надпочечников, и естественно подключается кора головного мозга, адренокортикотропный гормон, который я вам говорил, вырабатывается гипофизом. И эти гормоны способны изменить структуру клеток, они влияют на мембранный потенциал клетки, начинают разрушать мембраны. А мы понимаем с вами, что если мембраны разрушены, значит погибают клетки, значит стресс может привести к фактическому изменению в любом органе. То есть настроение сменилось на гнев, раздражительность, вплоть до депрессии. Здесь вот показали нам, как стресс влияет на организм, да. То есть здесь и сердце задействовано, и давление поднимается, и частота сердечных сокращений, и даже уровень холестерина повышается. А если уровень холестерина высокий, значит повреждаются кровеносные сосуды. Отсюда и риск увеличения сердечных приступов. Поэтому я говорила, один человек, да, если уже есть поражения какие-то, на него чуть накричали, а у него инфаркт, инсульт, да. А другой плюнул и пошел дальше, да, и никак организм не прореагировал. Одновременно с этим вы видите, иммунная система, я не зря говорил, уменьшается размеры тимуса, селезенки. Поскольку иммунная система, клетки иммунокомпетентные страдают. И уменьшается способность уничтожать вирусы, бактерии и другие, то есть защитить организм от болезней. Поэтому на фоне стресса поражается весь организм, вплоть до усиления инфекционных каких-то заболеваний. То, что причина боли в желудке, мы с вами сказали, повреждение липидного состава, на который действуют гормоны стресса, приводит к гибели клеток. Отсюда могут возникать фактически и язвы желудка. Ведь не зря говорят, большая часть болезни это болезни от наших нервов, а не от удовольствия. Это как раз и подтверждает то, что стресс, особенно длительный стресс, а это уже после, фактически, то есть хронический стресс, как мы его назвали, в своих работах, или стадия, уже когда мы говорим стадии разрушения нашего человеческого организма, фактически приводит к тому, что организм не может самовосстановиться, и все больше и больше идет разрушение, приводя уже к соматическим заболеваниям. Здесь я вам говорила про гиперсоливацию, да, говорила, что работают слюнные железы, работают слезные железы, и у нас не хватает энергии на закрытие сфинктеров, поэтому при стрессе и вам рефлюксы идут, да, то есть изжога появляется, вплоть до рвоты, тошнота, которая влияет уже через центральную нервную систему, то есть у нас есть центры в центральной нервной системе, которая отвечает за те же самые функции, то есть организм фактически разрушается. Вот здесь нам показали, как стресс влияет на организм, нам показали нижнюю половину туловища. Прежде всего, наверняка, все заметили, да, то есть все мы живем в семье, и понимаем, стоит понервничать или с мужем поругаться, какие там сексуальные отношения. Снижается либидо, снижается сексуальное влечение, начинаются расстройства, особенно у женщин, репродуктивной системы, вплоть до нарушения гормонального фона и созревания, да, начинается дисменорея и так далее. У мужчин, естественно, влияет на сперматогенез и на эротильные функции, то есть страдают все органы и системы. Даже суставы болят. Впечатление такое, что после стресса вы где-то вагоны поразгружали неделю, да, что начинают болеть все суставы. Почему? Потому что клетки хрящевой ткани разрушаются, недостаточное кровоснабжение в суставах, которые вызовут боль. Уменьшается плотность костной ткани. Почему? Потому что, опять же, стресс влияет на клеточный состав своими стрессорными гормонами, гипофиза и надпочечников, разрушая липидный слой, который у каждой клетки есть, фактически лишает жизнеспособности клеток, но еще и требует повышенного содержания витаминов, минералов, которые должны восстановить регенераторные процессы. Поэтому, если недостаток поступления тех же минералов, которые содержатся в костях, то есть пища не усваивается, и есть неохота, то есть снижается аппетит у многих, а у некоторых наоборот, аппетит повышается, потому что жировая ткань начинает разрушаться, да, и вдруг кто-то на стрессе худеет, а кто-то на стрессе ест без меры и начинает полнеть. И такой вариант тоже возможен, да, то есть это все влияние стрессорных гормонов. Но у нас фактически есть регуляторные системы организма, которые будут противостоять стрессу. То есть есть так называемая стресс-реализующая система, то есть гормоны, которые вызывают стресс и повышаются, а есть гормоны стресс-лимитирующие, то есть ограничивающие стрессорное воздействие, в том числе и на разрушение клеток. А разрушение клеток – это усиление липидного объема и продуктов перекисного окисления липидов в организме, которые легко анализами отслеживаются. Так вот у нас опять тот же гипофиз, та же кора надпочечников, вырабатывают гормоны, которые заставляют организм бороться со стрессом, то есть снижать влияние стрессорных гормонов, то есть всегда уравновешенное состояние должно быть. И чем быстрее мы восстановим этот уровень гормонов между стресс-реализующими и стресс-лимитирующими, тем меньше повреждений для клеток наших тканей, из которых построен весь человеческий организм, все органы и все системы. То есть понимаем, что в данном случае мы с вами должны прежде всего понимать, что у нас во время стресса идет активное потребление глюкозы, активная нагрузка на нашу поджелудочную железу, вырабатывается большое количество инсулина. В начальной стадии стресса сахара повышаются, а вот когда организм вступает в хронический стресс, то есть стадию разрушения уже, которая может привести к гибели, там уровень глюкозы начинает падать. Способен будет организм, если ему нечем фактически обеспечить энергетические процессы восстановления организма, справиться с этим стрессом, повлиять на возможность организма фактически заняться саморегуляцией и самовосстановлением? Конечно, нет. Вы понимаете, что в данном случае фактически именно активидан, согласно своему составу, о котором мы постоянно с вами говорим, а мы говорим, что наш активидан, во-первых, стабилизирует мембраны клеток, не позволяя даже тем же гормонам, он будет блокировать рецепторы, даже для этих гормонов, если они есть на этой клетке, для чрезмерного поступления, которые будут запускать процесс перекисного опекисления липидов, приводящего к разрушению клетки. То есть защита организма на клеточном уровне работает при любых ситуациях, в том числе и стресса, какой бы этиологии он ни был, там физический, химический, эмоциональный, и т.д. и т.п. Их можно перечислять до бесконечности. При этом, если вдруг поврежденные клетки, я вам сказал, даже в течение 48 часов, двух суток от начала воздействия, и дальше оно прекратилось, но организм продолжает реагировать, вы в мозге прокручиваете эту ситуацию, фактически, если клетка уже повреждена, ее мембрана повреждена настолько, что запуститься должен процесс именно самоуничтожения, а не некроза. А если мы организму не поможем, то такая клетка с повреждением мембраны, она будет разрушаться некрозом. Отсюда, в печени, центролобулярные некрозы. Отсюда разрыв сосудов, кровоизлияние, повреждение альвеолоцитов, да, в легком. То же самое в печени, то же самое в почках, в селезенке, в любом другом уровне. Клетки разрушаются, если клетки разрушены некрозом, то это уже воспалительный процесс. И если его не ограничить, то вы понимаете, что он будет распространяться на здоровые клетки, то есть как снежный ком, все больше и больше. И мы не можем самостоятельно прервать вот эту патологическую цепочку, этот патологически замкнутый круг должен быть разорван. Либо при помощи препаратов, либо при помощи нашего активидана, который защитит клеточку. Если клетка разрушена, но еще есть возможность запустить апоптос, некроза не будет, значит не будет обширных очагов разрушения с воспалительным процессом. А если клетки уничтожены, на место них должен в обязательном порядке быть восстановлен клеточный состав. То есть есть специальная программа, которая поддерживает постоянство клеточной среды в любой ткани. Какое количество клеток уничтожено, такое же должно быть восстановлено. И это все заслуга нашего активидана. То есть если вы постоянно принимаете активидан, то у вас активидан среагирует на стрессорную ситуацию, блокировка и выработки прострессорных гормонов. И защитит мембраны клеток. То есть поругались где-то, да, если у вас активидан с собой, но выпейте лишнее саше активидана, защитите свои клетки от саморазрушения. Некротическим путем. Дайте возможность запуститься апоптозу, если клетка уже достигла такого повреждения, что она сама восстановиться не сможет. Значит, ее убрать надо. Тот же стресс, тот же влияние гормонов, изменение соотношения гормонов стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем, плюс недостаток питания, да, в виде уже гликогенолиза, да, которые, то есть липидный, на липидный обмен переходит наш организм, могут вызвать изменение структуры ДНК. Там репликация постоянно идет, да, РНК, ДНК. То есть рибосомы неправильно начнут работать. На фоне стресса очень часто возникают опухолевые процессы. А мы прекрасно с вами знаем, что наш активидан не только запускает процессы апоптозы, не только способствует фактически сохранению постоянства внутренней среды за счет того, что контролируя эти процессы, еще увеличивает количество стволовых клеток. Мы с вами говорили, и страдает иммунитет, и подверженность инфекционным заболеваниям увеличивается. А наш активидан и антикоагулянт, потому что те же клетки крови, когда идет изменение тонуса сосудов, те же эритроциты, хотя у них билипидный слой двойной, не так просто разрушить сам эритроцит, но тем не менее гормоны стресса приводят к тому, что идет изменение проницаемости сосудов, сужение спазм сосудов. Клетки крови застаиваются, а если эритроциты начинают прикасаться к друг другу, то они фактически образуют комок. Предотвратить это надо, потому что все мы говорили, и уже много раз говорили о тромбозах. И здесь антикоагулянтное действие нашего активидана опять же помогает справиться с последствиями стресса, потому что под микросолокопом, когда смотришь любой орган, который я брала, следствие стресса, там везде стаз крови, там везде кровенаполнение сосудов такое, что некоторые сосуды разрываются и образуются очаги кровоизлияния в ткани. А это воспаление, это повреждение клеточного состава, это гибель клеток, и не всегда восстановление, то есть рубцовые изменения возникают. Фактически мы понимаем с вами, что через кровь действует на кровеносную систему, а мы говорили про тимус, селезенку, а где клетки вырабатываются в красном костном мозге. И поступая через кровь, у нас с вами идет восстановление клеточного состава, то есть по потребности организма. А кроме этого, у нас с вами неправильно на стрессе происходит дифференцировка фактически лимфоцитов, поскольку они в тимусе, т-лимфоциты должны пройти первичную дифференцировку, а тимус обеднен, там нет гормонов, которые прошли дифференцировку. Значит, выбраковки не будет, значит, могут возникнуть на стрессе вплоть до аутоиммунных заболеваний. Об этом тоже много исследований идут. А я могу сказать, что на стрессе токсическом у людей, которые травились определенными ядами, у них изменения костно-мозгового кроветворения, даже их выходили, вылечили. Они вышли на работу, но через полгода брали повторно у них красный костный мозг на исследование, потому что слабость где-то, то есть общие интоксикационные процессы продолжались. Их приглашали в клинику, и они шли на исследование. То есть в первоначальный момент отравления забирался красный костный мозг на исследование, и через полгода мы их пригласили опять в клинику, положили в стационар, детально обследовали все органы, в том числе брали клетки красного костного мозга. Я могу сказать, что через полгода костно-мозговое кроветворение у них не восстановилось. Представляете? Даже на фоне лечения. Поэтому наш Активидан, он здесь еще как продукт, который влияет в том числе и на костно-мозговое кроветворение, поддерживая нашу иммунную систему, поддерживая практически и эритроцитарный в том числе росток, поскольку эритроциты чего только не переносят в нашем человеческом организме, кроме кислорода. Мы знаем только, что они кислород переносят для наших клеток, да, и питают наши клетки и заставляют их дышать, да, используя кислород в тех или иных реакциях. То, что я вам сказала, разрушение вплоть до структуры РНК, ДНК, неправильная репликация идет, да, здесь вы понимаете, что может быть вызван на стрессе опухолевый процесс, доброкачественных, злокачественных опухолей, в любом случае любое повреждение, это воспаление, и мы помним с вами, что здесь не только клетки иммунной системы воспаления участвуют, но еще и гуморальный иммунитет, который клетками самих тканей, из которых органы построены, выделяют, это не клетки крови, это любые клетки любой ткани, во многих тканях вырабатывают гуморальные факторы, которые мы с вами говорим, там, иммуноглобулины и так далее, и так далее, да, то есть они фактически либо уменьшают воспаление, либо увеличивают воспалительный процесс, а здесь фактически у нашего активидана и противовоспалительное действие, да, поскольку регулирует работу любой клетки любой ткани, и как иммуномодулятор, и как препарат, который мы всегда говорим, антикоагулянтное действие, то есть при любом стрессе страдают сосуды 100%, отсюда и возможность инсультов, инфарктов, да, когда образуется тромбоз, то есть нашему активидану замены нет, как препарата, который практически способен поддерживать не только выработку форменных элементов крови в органах, которые за них ответственны, а прежде всего поддерживает реологические свойства крови, вот здесь написано, разжижает кровь, я бы сказал о реологии, то есть то состояние, да, которое позволяет нормально двигаться в жидкой среде, в плазме крови форменным элементам, не позволяя им слепаться и образовывать тромбы. И самое главное, по своему составу активидан содержит сахара, который быстро проникает в сульфарированном виде в клетку и обеспечивает энергию, потому что на фоне любого стресса у нас сначала уровень глюкозы поднимается, идет выработка большого количества инсулина для утилизации этой глюкозы, а потом происходит обеднение, не способности поджелудочной железой выработать достаточное количество инсулина, и самое главное, что клетки сами глюкозу произвести не могут, потому что истощен полностью запас в печени, отсюда печень тоже начнет разрушаться, потому что там клетки должны использовать свой запас гликогена для выполнения всех реакций интоксикации, в том числе и в ответ на стресс, в легких и в других органах, то есть идет полное обеднение того материала, из которого наш организм может получить эту энергию. Поэтому, если находитесь в длительном стрессе, увеличивайте дозу активидана, для того, чтобы поддержать, прежде всего, сосудистое русло, и не позволить любой клетке, любой ткани разрушить орган, из которых он построит, будь то сердце, будь то кишечник, будь то головной мозг, будь то сами нервы, поскольку любой нерв это отросток нервной клетки в окружении глиальных элементов, соединительной ткани, сосудов, то есть любой нерв, как отросток, пусть там тела, клетки нет, да, которое должно быть разрушено, чтобы клетка погибла, но ведь отростки-то тоже кушать хотят, их иннервировать надо, их кровоснабжать надо, а там сосуды облитерированы, либо разрушены, значит, клетки микроокружения не питаются и не помогают нерву передать информацию. Отсюда фактически и болевые синдромы, отсюда фактически и при нарушении иннервации, разрушение той ткани, которая недополучила свой кислород или недополучила свою иннервацию. Видите, насколько все взаимосвязано. Не зря мы говорим с вами о нейроэндокринной регуляции. И помните, мы с вами видели слайд, на котором, что вплоть до разрушения костной системы. Поэтому на стрессе мы с вами, если уж вы находитесь в постоянном стрессорном воздействии, или у вас какой-то хронический стресс от домашней ситуации, потеря близких или еще что-то, или на работе что-то не ладится, всякие ситуации бывают, то кроме нашего активидана, поскольку там не содержится ни минералов, ни витаминов, лучше всего употреблять какие-то дополнительные компоненты в виде БАДов, которые позволят вам восстановить еще и витаминно-минеральный баланс. Почему? Аскорбиновая кислота, витамин Е, витамин А являются мощными антистрессорами. Они участвуют фактически в подавлении стрессорных реакций, и восстановлении баланса как по энергетическому объему, так и восстановлении белков, жиров, углеводов, то есть встраиваются во многих биохимические реакции. Если будете кушать один активидан, этого будет недостаточно для быстрого восстановления организма, особенно если вы находитесь в хроническом стрессе. Усилит воздействие на организм по регенераторным процессам, стабилизирует вот этот баланс гормонов, которые вызывают разрушение организма с теми гормонами, которые погасят их, то есть препятствовать будут разрушению. Это все на уровне центральной и периферической нервной системы, центральных и периферических эндокринных органов. Но к этому надо будет еще добавлять и питательные вещества, и БАДы с содержанием минералов, витаминов, которые приведут в соответствие работу активидана, желудочно-кишечным трактом, с усваиваемостью этих БАДов, и быстрейшему восстановлению человеческого организма. То есть фактически по результатам исследований, когда мы принимаем противострессорные препараты, а это чаще всего именно те вещества, которые входят в состав витаминов, минералов, хотя разработаны многие препараты фармакологические, которые гасят стрессорное воздействие через воздействие на центральную нервную систему. Но любое лекарство, я вам говорила, как врач-токсиколог, все зависит от дозы, потому что любое лекарство – это яд для нашего организма, и это токсикант, который может вызвать стресс. Уже химический стресс для организма. Поэтому чем меньше лекарственных препаратов, а то назначат, вот такую горсть таблетками пьет, это вам от сердца, это вам от печени, это вам от кишечника, это вам от головы, это вам от суставов, это вам от кожи вашей, и вы не знаете, как вот эту гору таблеток съесть, и все они разнонаправленного действия, и все они обладают побочными эффектами. А наш активидам никаких побочных эффектов не имеет. Он защитит клетку, он даст ей энергию на самовосстановление, он стабилизирует гормональный фон, он стабилизирует эндокринную систему, он стабилизирует нашу иммунную систему, тем самым давая возможность вот той начальной стадии стресса продлить ее, и быстро восстановить структуру организма без последствий разрушения и без последствий гибели органов и тканей, и в целом самого организма. Поэтому понимайте, что если на работе психанули, пришли домой, но выпейте большее количество активидана, если на работе постоянный стресс от того, что там какая-то такая ситуация, которая, как у меня подружка говорит, ты знаешь, надо в отпуск уходить, на меня люди приезжают за препаратами ко мне, а у меня, говорит, на них стресс, что они все лезут, что вы раньше не могли приехать, что вы по ночам едете, она еще по ночам ежурство берет, что днем нельзя было заказать тоже кровь или компоненты крови, что вы ночью ездите, да, фактически, она говорит, я уже вот настолько внутри я готова на них орать, понимаете, она внешне это не проявляет, но у нее внутри-то идет изменение уровня гормонов, и это начинает действовать на органы ткани, разрушая их, потом говорит, ой, ты знаешь, у меня давление начало скакать, ой, что-то у меня печень заболела, ой, что-то у меня кишки крутит, да, там то у меня болит, то у меня болит, внешне не проявляет взрослый человек, понимает, да, что это ее психогенное состояние, которое не должно выливаться на людей окружающих, они приехали, им надо, они приехали, они правы, потому что круглосуточно работая, значит, ты обязана выдать мне то, зачем я приехала, вдруг запас кончился, а она вот так реагирует, у меня сестра ушла, я, говорит, уже не могу смотреть на больных, они у меня вызывают раздражение, то есть проработала в свое время, да, в царстве небесное, ушла потом, я, говорит, уже не могу, надо уходить либо в другое отделение, потому что на этих неврологических больных уже смотреть не могу, особенно на алкоголиков, которые приходят и еще пальцы начинают гнуть, с тобой тут возишься, а ты тут еще пальцы гнешь, и оскорбляешь, и унижаешь, и прочее, и все, да, хочется в лоб дать такому пациенту, а нельзя, не позволяет статус, да, фактически обидеть больного, потому что он уже больной, его уже привезли в больничку, полечить, обкапать от того, что алкоголик там у него, уже белая горячка началась, да, то есть, понимаете, мы все в стрессе, но если принимаем активидан, нервная система успокаивается, соотношение гормонов успокаивается, да, нет вот этого выброса гормонов, которые разрушают организм, потому что они гасятся другими гормонами, все саморегулируемое в нашем системе, поэтому где-то понервничали, выпейте лишнюю порцию активидана, для того, чтобы защитить свой организм, и понимаете, что те же минералы, витамины, которые являются фактически нашей с вами системой, которая участвует в ограничении стресса, через свободно-радикальное окисление, они свободно радикалы связывают, да, не позволяют разрушать наши клетки, поэтому правильное питание, с нормальным содержанием витаминов, минералов, дышать свежим воздухом, гулять, получать положительные эмоции во время прогулки, пить достаточное количество воды, потому что токсины надо выводить, и кушать наш активидан, тогда любой стресс вы перенесете с наименьшими потерями, организм справится с любой стрессорной ситуацией, без его разрушения, без его гибели, и без вызывания психосоматики, которая сейчас выделена даже в отдельную, фактически, систему, то есть я вам говорила, как-то мы про стресс говорили, да, что есть целые монографии, и целый уже список лекарств, психосоматика и стресс, психосоматические состояния, но до сих пор у нас, фактически, болезни стресса, как таковые, они не учитываются, поэтому, если не понимаем, почему поврежден орган, но знаем, что был стресс, сильный стресс для человека, отправляем в пограничку к психиатрам, и они там глушат нашу нервную систему своими таблетками, которые вызывают изменения уже вторичные вследствие таблеток, на поврежденные печень, почки, селезенку, органы другие, любые, да, и мы удивляемся, почему человек выздороветь не может. Они не занимаются лечением печени, им главное подавить нервную систему, а здесь вы нервную систему восстанавливаете и органы восстанавливаете, о которых мы каждый раз с вами говорим. Поэтому правильный образ жизни, двигательная активность, гуляние на свежем воздухе и употребление нашего Активидана позволят справиться вашему организму с любым заболеванием, с любым стрессом и не довести его до гибели организма. Поэтому кушайте Активидан и будьте здоровы. Поэтому спасибо большое за внимание. Я с вами прощаюсь до следующего четверга.